И поэтому цель моего сегодня выступления, я не исключаю, что меня завтра, послезавтра арестуют, меня опять, скажем, обвинят во всех грехах, используя того же самого, кого-то либо другого, найдут такого подставного свидетеля, самых немыслимых преступлений, я это ожидаю. Но я хочу еще раз повториться, что если это я сейчас не сделаю, то мне кажется, желающих сказать все это будет не очень много. Пусть даже путем тех проблем, которые буду я испытывать, моя семья и так далее. Я считаю, что сейчас ситуация такая, переломная. И кто-то должен это говорить. Какую-то поддержку кто-нибудь вам оказывает? Поддержку я ощущаю, я просто поразился. Те люди, которых я уже не видел, наверное, лет 10-15, они звонят, приходят домой, звонят на работу. И даже в самолете, когда я вот недавно был в Астане, мне поднимали руку так и говорили, мы с тобой, держись, мы за тебя. И даже вот я на улице, какие-то люди меня узнают и те же самые слова говорят. И поэтому мне это, безусловно, дает силы. Я уверен, что мой пример их подтолкнет. Подтолкнет, чтобы эта проблема больше не существовала на стране и чтобы такого больше никогда не было. И поэтому сейчас очень важно, чтобы этот 37-й год у нас не повторился. Я думаю, вот это массовое выступление депутатов, общественных партий, именно с этим связано, чтобы все почувствовали, что если сейчас не выступить, у нас наступит перелом. Перелом в худшую сторону. Тогда будет точно 37-й год.